Всем привет! На дворе осень, вовсю идет уборка урожая, а это значит самое время позаботиться о будущем урожая. И первое, что должен сделать каждый садовод после того, как сняты все яблочки, грушки, вишенки и прочее, это прийти в сад с искореняющей обработкой. Что такое искореняющая обработка? Это очень важный элемент по уходу за любым садом, внесенный во все регламенты по уходу за ними. Искореняющая обработка, как многие считают, призвана истребить полностью всю инфекцию, но это не так, к сожалению или к счастью. Искореняющая обработка позволяет значительно снизить инфекционный запас болезней и некоторых вредителей в саду. Проводится она после сбора урожая, когда деревья вовсю готовятся к листопаду, и у некоторых этот листопад уже начинается. Для обработки обычно рекомендуется карбамид, она же мочевина. В дозировке 700 грамм килограмм на 10 литров раствора, то есть 7-10% раствор. Он позволяет сжечь находящиеся на поверхности листьев споры и мицелий, то есть грибницу, грибков, которые вызывают различные болезни. Также мочевина позволяет значительно уменьшить запас таких болезней, как плодовая гниль, манилиозы различные, прочие болезни грибковые, а также отрицательно воздействует на различных насекомых, их личинок, яйцекладки. В первую очередь обработку мочевиной мы проводим на яблони и груши, поскольку эти две культуры наиболее сильно подвержены различного рода пятнистости. Вот здесь даже у нас ржавчина застряла. Это парша, это филостикта, различные септериозы, альтернариозы и так далее. Также можно проводить и нужно проводить опрыскивание мочевиной на вишнях, черешнях, алыче, сливе, на многих ягодных кустарниках, таких как крыжовник, смородина, за исключением голубики, земляники садовой. Также не обрабатывают мочевины декоративные растения и хвойники. Итак, в первую очередь мы работаем яблоню и грушу, как наиболее чувствительные к листовым пятнистостям растения. Как правильно приготовить 7% раствор мочевины? Самый распространенный раствор, который используют для опрыскивания. Для этого нам понадобится навеска 700 грамм мочевины, то есть карбамида, пластиковое ведро и чистая, именно чистая вода. В ведро мы помещаем сначала, насыпаем карбамид, мочевину, и потом только доводим объем раствора до 10 литров. Многие делают ошибку. Берут, допустим, килограмм мочевины и 10 литров воды. В надежде, что получится 10% раствор. На самом деле раствор получается чуть слабее. Поэтому делаем так. Насыпаем мочевину и доливаем воду до отметки 10 литров. Но сегодня мы с вами будем обрабатывать маленькие деревца. И нам понадобится совсем немного раствора. Буквально 1 литр. На 1 литр раствора, соответственно, нам понадобится 70 грамм мочевины, а все остальное – вода. Когда лучше всего проводить опрыскивание? Конечно, лучше в утреннее или вечернее время, когда нет яркого палящего солнца, либо в пасмурную, безветренную погоду. Главное – соблюдайте при обработке правила личной безопасности. Это перчатки, это респиратор, очки и специальная рабочая одежда. При опрыскивании старайтесь, чтобы рабочий раствор равномерно, обильно покрыл листья, ветви, ствол, а также можно обработать и почву под деревьями. Ведь на ней тоже остаются больные листья, пораженные плоды, и все это должно быть обеззаражено. Многие спрашивают, а что делать, если после обработки прошел дождь? Если с момента опрыскивания прошло 6-8 часов, и только потом пошли осадки, то беспокоиться не нужно. Препарат уже подействовал. Если же меньше, то стоит в первое же удобное время ее повторить. Так эффект будет гораздо сильнее. А еще я хочу рассказать вам об альтернативе мочевине. Ведь помимо мочевины есть еще один препарат – это аммиачная селитра, которая действует аналогичным способом, только понадобится ее немножко больше. Нам нужно будет готовить не 7% или 10% раствор, а уже 10-15% раствор аммиачной селитры. Это значит, для приготовления 10 литров раствора вам понадобится килограмм, либо полтора килограмма селитры. Способ внесения – аналогичный опрыскивание по листу, ствола и почвы под ними. Многие из наших садоводов-любителей беспокоятся, не сожжет ли 7-8%, а то и 10% раствор мочевины, как мы рекомендуем. Их листья, их деревья не повредит ли это? И чтобы развеять все сомнения и выяснить, при какой же концентрации все-таки наступает ожог листьев, сейчас мы с вами обработаем это деревце различными концентрациями мочевины. 5-процентный, 10-процентный, 15-процентный и 20-процентным раствором мочевины. Здесь у нас в бутылочке совсем немного раствора, 100 мл 5-процентного раствора мочевины. Это значит, что здесь содержится всего 5 грамм препарата. Вот у нас этикеточка, мы вешаем ее на дерево и приступаем к обработке. Смачиваем все, весь лист. Нам же, по сути дела, много раствора и не нужно. Не нужен нам целый литр для нашего опыта. Всего 100 мл и это прекрасно. Вот. Верхушку обработаем 10-процентным раствором мочевины. Это дерево мы обработаем 15-процентным раствором мочевины. Вот эту вот ветку. А эту половину кроны мы обработаем 20-процентным раствором мочевины. И через 2 недели посмотрим, что произойдет с листьями. А сейчас я хочу ответить на те вопросы, которые задали по теме искореняющей обработки наши подписчики и зрители. Итак, по порядку. Нужно ли искореняющую обработку проводить до побелки или после? Искореняющую обработку мочевиной можно проводить и до, и после побелки, ориентируясь на сбор урожая. Если вы сняли свой урожай с деревьев, можно проводить опрыскивание. А побелку вы можете проводить в любое осеннее время, даже после листопада. Главное условие, чтобы погода была сухая, солнечная в течение хотя бы 2-3 дней, чтобы краска хорошо схватилась. Как быстро обработанные деревья становятся безопасными для птиц, животных, для людей? И что произойдет с уже опавшей листвой, если ее опрыскали карбамидом и убрали в компост? Могу сказать, что карбамид мочевина является довольно-таки безопасным средством защиты, в данном случае растений, 4 класс опасности. Это значит, что в сад вы можете выходить уже буквально на следующий день после опрыскивания. А опрысканное мочевиной листва, которую вы отправили в компост, очень быстро будет разлагаться. Мочевина, которая осядет на ней, поспособствует ее быстрому распаду. Вы спрашиваете, как влияет азотное удобрение? Ведь карбамид – это азотное удобрение на зимовку растений. Могу сказать, что в той дозировке, которую мы используем, и в то время, когда мы это используем, мочевина не сработает как стимулятор роста. А если вы обработаете мочевиной свои плодовые деревья, тогда, когда начнется листопад и посыпятся первые листья, то, поверьте, никакой стимуляции роста не произойдет однозначно. Нужна ли после искореняющей обработки мочевиной обработка еще медным либо железным купоросом? Я могу сказать, что если ваши деревья очень сильно болели паршой, если у вас в саду много раковых болезней или у соседей есть проблемы с болезнями в их саду, то однозначно после того, как все листья с деревьев практически осыпались, можно обработать их еще раз медным купоросом. Дело в том, что после опадения листьев образуется маленький листовой рубчик, а это очень любимая дырочка в коре, через которую раковые болезни проникают в дерево. И осень – это лучший период для заражения раковыми болезнями, как это странно не звучит. Поэтому можно использовать препараты меди. Медный купорос, бордовскую жидкость, но не железный купорос. Он не защитит от раковых болезней однозначно. Если у вас или у ваших соседей в саду на деревьях есть раковые болезни, то обработка препаратами меди однозначно понадобится. Используйте именно медь, содержащую препараты, ведь она является фунгицидом, а не железом. Можно ли обработать свой сад фитоспорином вместо мочевины? Могу сказать так, что нет. Дело в том, что погода уже становится прохладной, а фитоспорину нужны все-таки более благоприятные условия для срабатывания. Поэтому используем мочевину. У одного из наших постоянных зрителей-подписчиков – молодой сад. И он интересуется, можно ли молодые деревья обрабатывать мочевиной. Да, можно. Кто-то скажет, ведь у них очень тонкая кора, и она может подгореть. Поверьте, у старых деревьев, 30-40-летних, тоже есть молодые побеги, и они не подгорают. Поэтому обрабатываем все растения, независимо от возраста. Если на улице уже минус, имеет ли смысл работать карбамидом? Нет. Ведь карбамид нам нужен по листве. Лучше в таком случае обработать препаратами меди. Более того, если в вашем регионе частые, длительные зимние оттепели, когда температура держится выше нуля неделю и больше, включите в обязательную свою систему защиты и зимнюю обработку препаратами меди. Это надежно защитит деревья от раковых болезней. Наш подписчик очень волнуется. К сожалению, будут разлагаться ведь не только всякие там вредные микроорганизмы типа грибков, но и пострадают те букашки, которые попрятались в коре. Неужели нет никаких народных методов или способов, или средств провести искореняющую обработку? К сожалению, народных способов просто нет. И мочевина – это на самом деле самый народный способ, который активно используется уже десятилетиями, если не сказать больше столетиями. А насчет букашек, пожалуйста, не волнуйтесь. Те букашки, которые спрятались под корой, для мочевины недоступны. И они прекрасно уцелеют. Наш зритель обработал свои растения 7% раствором мочевины. И удивляется, ничего не почернело и не опало. Может, он не сработал препарат? Нет, это нормально, что не почернело и не опало. Грибок, который находится на поверхности листьев, погиб. Но сам лист, у него очень хорошая прочная кутикула, не пострадает. Но тот слой мочевины, который на нем останется и попадет вместе с листом в почву, потом будет действовать в течение зимы, помогая уже опавшему мертвому листу быстро разлагаться. Поэтому не ждите, что сразу после обработки листья вдруг почернеют и начнут сыпаться. И вот, лист остается зеленым. Сколько нужно времени для того, чтобы мочевина подействовала? Буквально несколько часов. И она уже работает. Главное, чтобы ее не смыло дождями сразу после обработки. А если в течение 2-3 часов прошел дождь, можно обработку повторить. На этом у меня все. Большое спасибо за вопросы. Задавайте новые. И до новых встреч. До свидания. До встречи на нашем канале.